Китай запретит любую коммерческую вырубку своих лесов. Об этом объявил замглавы управления лесного хозяйства и пастбищ Китая товарищ Лишум Мин. И действительно, зачем уничтожать свой лес, когда рядом есть российский? А пока после нашего расследования в Владивостоке сажают сотрудников МВД, что рубили и поставляли восточному соседу наши лесные богатства, сам Владивосток затопило. Посмотрите, какая красота! Воды по колено, местами и даже больше. В городе, расположенном на сопках, прямо на улице сошли сели. Все поплыло, машины грязью завалило. Вердикт метеорологов таков. Произошло это из-за вырубленных и выжженных лесов в Сибири. Вот и допрыгались мы, доскакались. Это программа «Что произошло?» Больше трэша, больше ада в эфире. И мы начинаем. Пока Приморье топит, европейская часть России продолжает гореть. Это не компьютерная графика, это реальная фотография из Ростова. Еще бы, пожарный парашютист из авиалесоохраны в России получает зарплату максимум 12 тысяч рублей. Это в месяц. А оклад такого специалиста, который как раз с воздуха забрасывает самое пекло, составляет 5500 рублей. А в Путинграде, как его называют на госканалах, а вернее в городе Нижний Тагил Свердловской области, написали заявление об увольнении все ведущие хирурги. Дело в том, что сначала по причине зарплаты все профильные специалисты уволились из Демидовской больницы. Медсестры не знают, сколько зарабатывают врачи, врачи не знают, сколько зарабатывают медсестры. Но на самом деле все зарабатывают копейки. Медсестры получают оклад в 11 тысяч рублей, а врачи получают оклад в 22 тысячи рублей. Разве это нормальная заработная плата для людей, от которых зависит ремонт организма и здоровье людей, и здоровье всеобщества? Это ненормально, и врачи абсолютно правы. А дальше вся система начала рушиться, как карточный домик. В связи с закрытием Демидовской больницы перенаправили все потоки на две больницы, на четвертую и на нашу. То есть нагрузка в разы увеличилась, при этом ничем не обеспечив нас. Ни ресурсами, ни кадрами, ни доплатами адекватными, так скажем, ни диагностикой. И у нас сейчас нагрузка просто чрезмерная. Мы и до этого работали как бы в пределах сил. Сейчас врачей не хватает катастрофически. Поэтому мы поговорили с начальством, сказали, что у нас такие условия, что мы не готовы работать в таких условиях, что нам нужны варианты какие-то, подходящие для нас, действительно, либо адекватные доплаты, либо кадрами усиливать и тому подобное, и всем вообще медицинской помощи. Вот. Ничего не последовало. Мы дали, так скажем, время для того, чтобы что-то могли нам предложить. Но мы ничего не предложили за это время. То есть вот эти как две недели, да, получается? Ну, нет. Две недели это мы сейчас вот написали заявление об увольнении всем коллективом хирургическим. И все, сейчас две недели отработки идет. Если ничего не изменится, мы просто уйдем. Резонный вопрос. А что делает министр здравоохранения региона товарищ... Тьфу, тамбовский волк тебе, товарищ, господин Светков? Так это весьма упитанное создание отдыхало в Португалии. Не знаю, конечно, сколько стоит такой отдых и скольким врачам можно было бы выплатить зарплату, только лишь сэкономив деньги на сей путевке, но пришлось вот этому растолстевшему за счет бюджета чиновника экстренно приехать в Тагилы разбираться. Правда, сделал он это только после волшебного пенделя губернатора, к слову, тоже любящего отдохнуть. И в Африке, и в Европе, и даже в холодной Астане теперь это Нур-Султан. Куда угодно уехать, лишь бы не работать. Весьма редко берем аналитику у фонда борьбы с коррупцией Навального, но в этот раз сделаем это с большим удовольствием. За последние два года Евгений Куйвышев побывал в самых экзотических уголках нашей планеты, от Магадана до Парагвая. И только в Свердловской области он старается бывать как можно реже. Съездить в Париж на презентацию Екатеринбурга для Экспо-2025 легко. Личное приглашение в Арабские Эмираты для Иннопрома. И Куйвышев уже пакует чемоданы. За последние два года Евгений Куйвышев совершил 45 поездок продолжительностью минимум в 110 дней. И мы это все ему оплатили. Перелеты, проживание, услуги переводчиков, если требуется. Это все финансируется из бюджета. То есть мы тратим свои налоги на бесконечные путешествия губернатора, пока сами элементарно просто в отпуск не можем выйти. Причем губернатор, разумеется, любит жить не в каких-нибудь скромных хостелах, а исключительно в люксовых номерах дорогих гостиниц. Продвижение Экспо достаточно серьезный проект. И все те наши конкуренты, которые продвигают, продвигали Экспо, примерно в одной ценовой категории. Это достаточно большая работа, ведь мы встречаемся там не просто с жителями города Парижа или окрестностей. Куда приходят послы, главы государств, министры. Для того, чтобы заявить о серьезности и намерении, ну не можем же мы жить на вокзале в Ночлежке. А тем временем на очереди увольнение врачей и в Каменске-Уральском, и в Качканаре, а потом и по всему региону. А депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Былыбердин обвинил уволившихся хирургов, ни много ни мало, в саботаже. В России вырос уровень бедности. Количество граждан, живущих в нищете, достигло почти 20 миллионов человек. Численность населения страны с доходами ниже прожиточного минимума в первом полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 миллиона человек по сравнению с первым полугодием 2018 года. Таким образом, уровень бедности в стране вырос до 13,5% от общего числа населения. И это только официальная статистика. А тем временем Минэкономразвитие предсказало и дальнейшее падение доходов населения. На сей раз до нуля. Ведомство снизило оценку роста реальных доходов россиян в 2019 году в 10 раз. С 1 до 0,1%. В 2020 году ожидается более скромный рост ВВП, чем в предыдущем прогнозе. А в 2021-м министерство даже допускает рецессию, то есть массовое объединение населения. Обнародная версия макропрогноза будет обсуждаться 19 сентября на заседании правительства. Параметры эти будут использоваться при формировании бюджета на следующий цикл. Но они могут быть и скорректированы к заседанию. А тем временем выяснилось, что в России есть лишние люди. Их ни много ни мало, а целых 15 миллионов человек. Живут они в деревне. Рассказал об этом главный разгоняющих митингов в стране мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, каждый десятый россиянин не принимает участие в экономике. У нас в сельской местности проживает сегодня условно лишних 15 миллионов человек, которые для производства сельскохозяйственной продукции с учетом новых технологий производительности на селе, по большому счету, не нужны. Собянин уточнил, что главная проблема современности кроется в отсутствии качественного и высокопроизводительного труда в сельской местности и провинциальных городах. По его словам, спасать провинцию уже бессмысленно. Лучше уделить внимание развитию агломераций, в центре которых будут крупнейшие российские города. Не только в сельской местности. По мнению единороссов, низкая производительность труда. Мегаполисы, как они считают, тоже подвержены этой заразе. Минздрав предложил работодателям ввести штрафы за перекуры на работе. Потому что Россия якобы теряет от 0,8% ВВП из-за потери времени, связанной с курением. Ну а в Японии работодатели вводят премии для некурящих сотрудников, тем самым мотивируя их отказаться от реданной привычки. Хотя нашим чиновникам грех жаловаться на отсутствие денег. РБК сообщил, что объем секретной экономики России достиг в прошлом году почти 5 триллионов рублей. Это расходы на покупку вооружений и интеллектуальной собственности. А еще один триллион, по словам председателя счетной палаты Степашина, попросту разворовали. Почта России вместо того, чтобы поработать над своей эффективностью, просит из федерального бюджета еще 85 миллиардов рублей. Барабанная дробь на открытие алкомаркетов и МФЦ. В населенных пунктах до 20 тысяч человек предлагается сделать так называемые центры притяжения. Притягивать будут алкаши и бабушек, для которых функционал ОПС пополнится продажей алкоголя и лекарств, а также выдачей кредитов и госуслугами. Единственная адекватная затрата по проекту – это покупка передвижных отделений по 2 миллиона за каждое. Короче, бабушкам будут доставлять пенсии, алкашам алкоголь. Но, а если все это не на что купить, тогда еще и кредит можно будет оформить. Планируется, что эти мобильные офисы будут ездить в село с населением менее 500 человек. А еще почта планирует возложить на своих работников, как ни странно, функции фельдшеров. И это тоже в селах. А сейчас плоды оптимизации. В Севастополе пожилая женщина умерла на скамейке у больницы, откуда ее выписали. То, что старушке стало плохо, заметила проходившая мимо жительница города. Она попросила врачей оказать женщине помощь, но сотрудники больницы отказались. Медперсонал заявил, что их достали сердобольные горожане, которые возятся с бомжами. Да, не плевать. Что значит вам плевать? Это вы медицинский работник говорите об этом? Вам плевать? Вы посторонний человек. А потому что вы не знаете всю ситуацию. Это вы говорите, вам плевать вы медицинский работник? Да, мне плевать, да. Скорая подъехала. Бабушка до сих пор сидит. Все, уже скорая не надо? Да? А я вызывала час назад скорую. А мы что? Нет, я просто говорю. Вы в городе? Нет, просто говорю. И женщина сидит пол восьмого? Я знаю, я проходила здесь. Пол восьмого сидит. Пенсионерка эта была бездомной. Однако с собой у нее был и паспорт, и полис, и СНИЛС. А это кадры из поликлиники номер один города Иркутска. Люди считают безуспешные звонки на номер регистратуры, чтобы записаться к врачу. Одна женщина насчитала 89 безуспешных звонков. Надеется, что 90-й звонок принесет результат. Роснано, контролируемая Чубайсом, отчиталась об убытке в 14 миллиардов рублей за полгода. А вот вам кадры из Брянской области. Здесь, видимо, так дооптимизировали, что чиновников, иначе как больных, на одно место не нашлось. На сельхозвыставке коров нарядили форму Красной Армии. В общем, оптимизировали всю страну. То ли еще будет. За сим разрешите откланяться. Смотрите программу «Что произошло» на Крик ТВ в течение всей недели. И по субботам на канале «Реальная журналистика» в Ютубе. Звоните нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37. Пишите письма, ищите на соцсетях, добавляйтесь в друзья, сообщайте новости. Если вы нас смотрите в интернете, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!